Слава Украине! Героям слава! Привет всем от Полонского! Так, давайте просуммируем, что у нас тут в Киеве с утра было. Значит, был налет дронов. Из них 4 более-менее долетело. Не все, значит, как вам сказать, они не долетели туда, куда они хотели. Это я вам сразу скажу. Они хотели попасть, по крайней мере, вот тут в центральной части города, они хотели попасть по одному из объектов, энергетических объектов Киева. В результате дрон, как обычно, криворукие расисты, криворукий дрон, попал не по этому объекту, не попал по нему. Значит, было 2 попадания дрона вокруг этого объекта, это очевидно. Значит, один попал по техническому этажу нежилого здания, которое находится недалеко от объекта. Разбил технический этаж и разбил офис, я так понимаю, на пятом этаже. Но можете посмотреть, уже это открытые вещи. Уже там и Герасченко побывал, и 100-500 миллионов журналистов. Поэтому можете на нашем телеграм-канале, ссылочка снизу, посмотреть, как выглядела эта атака дрона. И, к сожалению, другой дрон, который свалился с другой стороны от объекта, попал в жилой дом. Обычный старый жилой дом конца 19 века постройки. Четырехэтажный дом, я его прекрасно знаю. У меня даже где-то есть видео, где он еще целый. Дом полностью сложился. Ну, старый дом, что вы хотите, с деревянными перекрытиями, кирпичными старыми стенами столетними. Ему лет 120, да, где-то так. Может, 130. Из-под завала, насколько мне известно, вытянули 18 человек. По погибшим у меня пока нет информации. То есть, это жилой, обычный жилой дом старой постройки. Я сначала подумал, что попало там в башню рядом, но в башню не попало, попало в старую четырехэтажку. Вот такая вот ситуация. По дронам работали очень серьезно. За сегодняшний день, надо сказать, что летело гораздо больше дронов, чем долетело. За сегодняшний день над Украиной сбито уже 11 дронов. Имеется в виду вот с утра. Сколько сейчас там у нас? Около 11, да. Значит, с утра сбито, получается, уже 11 штук. Они сбивались сегодня и в Киевской области, и в Николаевской традиционно. Также за два дня, если брать вчерашнее число и утро сегодняшнего дня, уже сбито 37 дронов. Представьте себе, что бы было, если бы они все долетели. И как раз террорист Путин, он же и рассчитывал, что все эти дроны долетят или больше их сейчас долетит. Но вот долетела некоторая часть, и то долетели не туда, куда они рассчитывали. Вот такие вот результаты. Пока что, значит, к сожалению, я думаю, что без погибших не обойдется, потому что, потому как этот дрон попал в жилой дом, где все люди спали утром, ну, 6 утра. 6 утра это все было. Понятное дело, что там не обошлось без погибших. Сейчас разбирают завалы. Если у меня будет время, попозже я подойду туда. Надо сказать, что там два дрона, они упали с разницей буквально в минут 40. Получается, что как раз доехали журналисты на место иностранное и наше. Спасатели были уже на месте. И тут они слышат второй дрон. Я, кстати, оба дрона, когда они летели, и первый, и второй дрон, они тут недалеко пролетали от того места, где я как раз находился в тот момент. Так вот, я и один, и второй дрон снял. Не дрон, дрона я не видел. Ни один, ни второй, нет. Я звук очень хорошо, зато поскольку они где-то рядом пролетели, но я не мог поймать на фотокамеру в то место, где они летят, соответственно. Но зато звук пролета и потом звук взрыва на этих двух видео виден отлично. Я сейчас прицеплю сверху вот тут вот эти два видео, чтобы вы себе тоже представляли, как звучит дрон-мопед, кто не слышал, и как он взрывается, тоже звук такой серьезный. Это как раз вот эти два дрона, которые прилетели, которые летели по энергообъекту, но не долетели, перелетели и так далее. То есть не попали туда, куда они хотели, судя по всему, зато четко попали по жилому дому. Хотя, может быть, и целились по жилому дому. Вы же поймите, мы имеем дело с террористами. Россия это страна террорист, Путин это бандит-террорист. Соответственно, я не удивлюсь, если, например, они хотели не по энергообъекту попасть, а если они хотели попасть по башне, там, рядом стоит башня, жилая башня, этажей на 25. Я не удивлюсь, если они целились по ней, а попали просто по маленькой четырехэтажке рядом с ней. Вы же примите, как говорится, поправку на то, что мы имеем дело с террористами и людоедами. Вот в этом вся Россия, как говорится. Тут больше можно уже ничего и не говорить. Чего Путин добьется своими ударами? Абсолютно ничего. Он пытается сейчас... Понимаете, я вижу, зачем он это делает. Он хочет, чтобы в Киеве начали с паника. Это очевидно, чтобы люди вышли. Ай-яй-яй, Зеленский, давай переговаривайся с Путиным. Этого нет даже в помине, этого никогда в жизни не будет. Никаких переговоров с фашистом Путиным, конечно же, не будет. Никаких переговоров с фашистской Россией, конечно же, не будет. Переговоры начнутся с фашистами в тот момент, когда наши войска полностью освободят нашу территорию. Я имею ввиду Херсонскую область, Тонецкую, Луганскую, Запорожскую и, конечно же, наш украинский Крым. Все. Слава Украине!